Не просто креативный дизайнерский ход, глубокий смысл. Природная скульптура символизирует самого фермера, который цепями приковал себя к земле. Прототип глава хозяйства Алексей Панченко. Овощеводство, его стихия. Огород в 35 гектаров. На грядках первый в этом году урожай. Сорт картофеля Жуковский в этом году в хозяйстве его посеяли впервые, так сказать, на пробу. Но результат получился более чем достойный. Все клубни идеальные по форме и по размеру. Здесь не применяют пестицидов и прочих усилителей роста, только минеральные удобрения. На этой клетке где-то 20 тонн она дает. Ну, конечно, для картофеля это не сильный показатель, что можно и больше, конечно. Но для нас 20 тонн это тоже неплохо. Она без всяких подпиток сама выросла. Убрали первые три гектара раннего картофеля. На подходе – ранняя морковь. Выборочно мы уже дергаем морковь. Вот она уже. Подходит, еще тупоносится. Через неделю она будет полностью готова. Это сорт табака. Основные площади занимают картофель, лук, морковь и капуста. Для ассортимента в небольших объемах выращивают баклажаны, перец, огурцы, томаты, даже арбузы и дыни. За 13 лет фермер еще ни разу не слышал от покупателей ни одного нарекания. Более того, его овощи идут и в так называемую социальную тарелку. Детские сады, больницы, школы и так далее. Кругом поставки овощей. Вот Алексей Викторович этим делом и занимается. Участвует фермер и во всех возможных государственных программах. Без бюджетной поддержки развивать орошение крайне сложно. Со стороны министерства и правительства области его замечают. Сейчас это овощехранилище строится. Я думаю, что там тоже оборудование, которое там будет установлено, он тоже получит поддержку. Прямо на краю поля организовали стационарную ярмарку. Из первых рук продают овощи с грядки по доступной цене. Обеспечивают не только родной Самойловский, но и другие районы области. И готовы держать конкуренцию в условиях ВТО.